Здравствуйте! Вас приветствует Сибирский федеральный университет. И сегодня мы поделимся самыми интересными событиями, которые произошли на этой неделе. Скоро в Красноярске рядом с привычной белой зеброй на асфальте появятся цветные линии. Гости и жители города, передвигаясь по историческому центру, смогут с легкостью узнавать много нового. Студенты Института архитектуры и дизайна СФУ запускают в Красноярске новый проект «Нити Красноярска». Его девиз – сам себе экскурсовод. Его суть в создании пеших экскурсионных маршрутов по историческому центру города, которые будут представлены линиями на тротуарах. Линии будут разного цвета. Красная проведет по романтическому маршруту, зеленая по историческому, синяя линия – познавательная. Авторы проекта уверены, он пригодится во время универсиады 2019. Во-первых, у нас ожидается очень большое количество гостей. Это не только спортсмены, но и туристы, которые будут болеть за своих детей, которые будут выступать, друзей, команды, сборные. Соответственно, они же все захотят построить наши достопримечательности. И тем более философия это у нас универсиады – открыть Сибирь миру, показать наше дружелюбие и развить стереотипы о том, что у нас не гуляют медведи по улицам. Кроме линий маршрутов запланировано запустить мобильное приложение и установить информационные стенды. Сейчас также мы участвуем в конкурсе на получение гранта «Территория русала». Чтобы победить в этом конкурсе, нужно собрать наибольшее количество голосов. Очень хотела бы победить в конкурсе на получение гранта «Территория русал», потому что данный конкурс позволит нашему проекту воплотиться в жизнь. Благодаря деньгам, которые мы сможем получить на реализацию проекта, будут нанесены линии в городе Красноярске на тротуары. Анастасия Столбушкина, Алена Мартыненко, Андрей Шицов. Новости ТВСФУ. Научная конференция «Молодежь и наука» вновь открывает двери студентам, аспирантам и молодым ученым России, США, Китая и других стран. Теперь она не только имеет статус международный, но и обрела собственное имя «Проспект Свободный-2015». В этом году международная научная конференция посвящена знаменательной дате – 70-летию Великой Победы. Она значительно расширила географию количества участников. Сегодня она объединяет около 4 тысяч российских и зарубежных участников и традиционно проходит по трем направлениям – гуманитарные, технические и естественно-научные. По словам проректора по науке и международному сотрудничеству в СФУ Сергея Верховца, лучшие проекты получат поддержку. Будут представлены, оценены и получат ту или иную поддержку, будем надеяться в дальнейшем, они будут также представлены и на фестивале науки, и в рамках выставки, и в рамках конференции, которые будут проходить осенью. Студенты Политехнического института СФУ поучаствовали в интеллектуальных состязаниях электроэнергетиков. Экспертами отборочного этапа выступили крупнейшие энергокомпании региона. В состязаниях приняли участие пять команд. Ребята решали комплекс задач по разработке и выбору оптимальной схемы выдачи электрической энергии ТЭЦ при ее реконструкции. У ребят есть возможность показать себя, проявив себя, понять, соизмерить свои знания по отношению к такому унифицированному бизнес-кейсу. Наверное, немаловажным является победить, почувствовать уверенность в себе и принять участие уже во всероссийском чемпионате, который будет проводиться в городе Москва. Студент Политехнического института Тимофея Нисимов считает, что такие соревнования очень нужны, чтобы применять знания на практике. Мы очень, так сказать, заинтересованные студенты, нам очень нравится наша образовательная программа, и мы просто не могли не поучаствовать в таком конкурсе, чтобы реально посмотреть, насколько наши знания применимы в реальной конкретной ситуации. Победила команда СФУ «Электрик». Студенты успешно применили свои знания на практике, проработали все задачи и сделали верные экономические расчеты. Теперь они примут участие в финале Всероссийского чемпионата в Москве. А для финалистов еще пройдет день карьеры, где студенты смогут пообщаться с первыми лицами отраслевых компаний. Анастасия Столбушкина, Ламия Гусейнова, Андрей Шицов. Новости ТВ СФУ. На этом у нас все. Мы продолжаем следить за новостями нашего университета. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова